Как-то в воскресенье захотел сходить в музей, а жена решила пройти по магазинам. Ну, естественно, покупки были удачными. На этот раз мы все-таки пойдем в Государственный музей искусств имени Костеева. Это один из самых любимых музеев, которые активно посещают горожане. Чем привлекателен музей? Конечно, музей привлекает своей богатой коллекцией, которая постоянно пополняется. Уже сейчас в Костеевке несколько десятков тысяч работ художников и скульпторов Казахстана, России, Западной Европы и Востока. Это разные стили, разные эпохи и разные направления в искусстве. Но появилось в этом храме искусства и много нового. Служители музея постоянно ставят эксперименты, предлагают посетителям новые форматы, о которых раньше мы слышали только из зарубежных источников. Например, совсем недавно здесь был открыт экспериментальный проект – музыкальный вернисаж. Выступают оперные певцы, представители фольклорных групп, эстрады и джаза. Кстати, совсем скоро для любителей музыки открывается музыкальный вернисаж «Великие пианисты джаза» от Гершвина до Хэнкорга. Согласитесь, совмещение джаза и атмосферы музея – это что-то совсем новое. Интересным событием, которое весьма понравится алматинцам, стали ночи в музее. Они сочетают мастер-классы, выставки и конкурсы, модные дефиле и шоу-программы. Музей постепенно утратил образ некого скучного хранилища картин и скульптур, а стал живым, доступным, понятным, но вовсе не легковесным учреждением. Конечно, наша Костеевка не может похвастаться наличием такой же экспозиции, как в ведущих мировых музеях. Например, визитной карточкой легендарного Лувра является Джаконда Монализа. Все указатели показывают, как к ней пройти. Венера Милоская, Умирающий раб и другие шедевры также привлекают множество туристов. Мадридский музей Прада сосредоточил в своих стенах лучшие произведения испанской и европейской живописи и скульптуры. Конечно, эти музеи привлекают миллионы посетителей. Например, Лувр бьет все рекорды. Сюда приходит ежегодно 10 миллионов человек. Метрополитам музеи в Соединенных Штатах Америки посещают 6 миллионов. Британский музей 5,5 миллионов человек. Музей Ватикана 5 миллионов. Итак, дорогие телезрители, у нас в гостях директор музея имени Костеева, заслуженный деятель Республики Казахстан, Гульмира Кинжибулатовна Шалабаева. Добрый день. Здравствуйте. Итак, музей Костеева. Честно говоря, я люблю очень многие музеи, но музей Костеева находится в особом положении в моем сердце, в моем сознании. Какие сейчас новации происходят с вашим приходом, говорят очень многие музеи? Да, мне очень приятно осознавать, что люди это замечают. Это действительно, на мой взгляд, происходит хорошее изменение. Которое мы пытаемся внедрять, чтобы идти в русле мировых тенденций развития и усовершенствования музеев. Соответственно, мы стараемся быть более открытыми, проводить всевозможные образовательные проекты, мастер-классы, лекции. И вот мы открыли, например, Малую Академию Искусств, которая у нас... Это обучающие курсы, которые называются у нас Асем Алем, в рамках которой идут просветительские, познавательные лекции-беседы с демонстрацией большого пола изобразительного, видеовизуального материала. Если первый цикл этого курса у нас был посвящен истории развития мирового искусства, в том числе на примере музейного фонда нашего, то вот нынешний цикл посвящен истории, становлению, истокам именно казахской живописи и скульптуры. Ну вот одна из, так скажем, известных новаций – это «Ночь музея». Вот что это за мероприятие? Оно уже проходит несколько лет. Да, оно проходит несколько лет. В этом году было очень много посетителей, людей было очень много. И вы знаете, помимо того, что мы демонстрируем выставки временные, проводим, музыкальные вернисажи проводим раз в месяц, тоже уже достаточно любимые нашими горожанами. А что такое музыкальный вернисаж? Музыкальный вернисаж – это концерт, камерный концерт. Мы приглашаем разных исполнителей. Обычно открывает, ведет небольшая лекция в том или ином зале, в зависимости от тематики концерта, в зависимости от исполнителей, которые приглашены. Это небольшой часовой концерт, камерный. Например, у нас в гостях была известная казахстанская скрипачка Аида Аюпова. Были на фольклорный ансамбль «Туран». Они первыми открывали цикл нашего музыкального вернисажа. Рассказывает о музыкальных инструментах, об истории. Известный казахстанский музыковед Юрий Петрович Аравин. Куратор музыкального вернисажа со стороны музея рассказывает в этом случае о, скажем, например, был концерт, посвященный эпохе барокко в музыке. И этот концерт проходил именно в том зале, где были представлены картины эпохи барокко. Насколько обновляется экспозиция в музее? Как часто проходят у вас выставки? У нас постоянно идут выставки. Вы знаете, в год по временным выставкам в прошлом году было около 80 выставок временных. Например, в прошлом году было около 80 выставок, в том числе зарубежных авторов. Кроме того, мы время от времени, ну правда не так часто, меняем постоянную экспозицию. Она потому и постоянная, что она продолжается длительное время. Два года назад, где-то в середине 2014 года, мы вытащили из запасников много работ, которые до этого не демонстрировались. Шарденова, Калмыкова, у нас получилась целая галерея их произведений. Поменяли местами и обновили русский авангард, перенесли с третьего этажа на второй этаж. То есть постоянно, периодически мы меняем. Например, недавно открылась выставка «Впервые вытащили все, что у нас есть по творчеству знаменитого русского пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина». И вот у нас в отдельном зале сейчас идет как раз выставка, посвященная его творчеству. Впервые, потому что все, что у нас есть по его творчеству, в основном это афорты и несколько живописных работ. То есть время от времени мы обязательно проводим или это в качестве временной выставки, тематические. Допустим, по соцреализму у нас была замечательная выставка, посвященная человеку труда и так далее. То есть получается, что в музей надо ходить все время. И каждый раз увидишь что-то новое. Да, да, совершенно так. Во-первых, сразу несколько временных выставок можно посмотреть. Во-вторых, и постоянные экспозиции тоже время от времени мы меняем для того, чтобы возобновлять и показывать свои фонды. А вот в ближайшие недели чем вы порадуете наших алматинцев? В ближайшую неделю у нас ожидается великолепная выставка впервые в Казахстане. Российский художник бурятского происхождения Зорик Тодоржиев. Талантливый мастер. И наше общее тюркское происхождение. Выставка называется «Степные истории». И вот его сквозная тема его творчества – это намадизм. Это нам очень близко и понятно. И очень интересно посмотреть, как эту тему интерпретирует инонациональная личность. И я приглашаю вас на эту выставку. Я думаю, вы получите колоссальное эстетическое удовольствие. На следующей неделе, 13-14 октября, состоится ежегодная научно-практическая конференция «Костеевские чтения», на которую также приедут, помимо сотрудников музея, чтобы это не был такой, знаете, междусобойчик. Мы приглашаем ученых, искусствоведов, культурологов, философов, интересующихся искусством, эстетикой, философией искусства. Уважаемые алматинцы, те, кто интересуется нашим народным творчеством, интересуется западной, восточной живописью, я приглашаю музей имени Костеева. Давайте не будем сидеть дома. У нас замечательная осень. Она вдохновляет очень многих людей. Поэтому берите детей, берите близких, идите в музеи. И надеюсь, мы там встретимся и нас встретят с большим удовольствием. Спасибо за то, что вы смотрите нашу программу. До следующей встречи.